Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в июне по сравнению с маем увеличилась до 8,3%, но по-прежнему была ниже общероссийской – 8,6%. Ускорение инфляции произошло по нескольким причинам. Во-первых, производители и поставщики учитывали в стоимости своих товаров и услуг рост затрат. Кроме того, несколько сократилось предложение отдельных продуктов, в том числе помидоров. Из-за аномальной погоды в конце весны снизились поставки на рынок отечественных томатов. Поэтому помидоры в июне подешевели меньше, чем годом ранее. Повысился спрос на путешествия по России, поэтому в июне в Приволжском федеральном округе увеличился годовой прирост стоимости туров на черноморские курорты страны. В то же время бензин и новые автомобили российских марок в июне подорожали меньше, чем год назад, а поддержанные иномарки подешевели. Благодаря этому в Приволжье снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары в целом. В Нижегородской области промтовары, наоборот, увеличились в цене в годовом выражении больше, чем в мае. В регионе быстрее дорожали мебель, строительные материалы, бытовая техника, парфюмерия и косметика. Сказались высокая потребительская активность и рост затрат производителей и поставщиков. Годовая инфляция в Нижегородской области в июне составила 7,5%. Текущие инфляционные процессы в России более выражены, чем в первом квартале 2024 года. Для устойчивого снижения инфляции Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%. При повышении ключевой ставки растут ставки по кредитам и депозитам. Многие люди отказываются от покупки товаров не первой необходимости за счет заемных средств, при этом больше сберегают под выгодный процент. Активность потребителей снижается, и продавцы уже не могут постоянно повышать цены, полностью перекладывая рост своих издержек на потребителя. В результате инфляция замедляется.